По статистике в России около 20 миллионов человек имеют право на льготно-лекарственное обеспечение. Предоставление социальной помощи, в том числе получение лекарственных препаратов по льготным рецептам, гарантировано государством. При этом человек вправе выбирать, получать соцпомощь, в том числе ее лекарственную составляющую в натуральном виде, или же заменить на денежную выплату. И многие льготники делают выбор в пользу компенсации. В тот момент, когда самочувствие не доставляет особого беспокойства, хронические заболевания не обостряются, такой выбор кажется оптимальным. Но, когда состояние ухудшается, болезнь приобретает затяжной характер и требуется длительное лечение, денежной компенсации становится совсем недостаточно. Главная причина того, что большое число федеральных льготников предпочитают вместо бесплатных лекарств брать деньги, это трудности с получением препаратов. Есть и еще одна проблема, это низкая осведомленность людей о своем праве на льготные лекарства. Например, многие родители не знают о том, что для детей до 3 лет, а в многодетных семьях до 6 лет, положены бесплатные лекарства из перечня. В силу жизненной важности вопросы обеспечения льготными лекарствами стоят на особом контроле у прокуратуры. Какие проблемы возникают и как они решаются? Давайте разбираться. У нас в гостях Анна Примак, помощник прокурора города Хабаровска. Доброе утро. Давайте начнем с того, что насколько большая вот эта категория льготникам, в которой положены бесплатные лекарства, и кто в нее входит? Всего насчитывается более 12 категорий. Основные это инвалиды первой группы, участники Великой Отечественной войны, это герои Советского Союза, соответственно, ликвидаторы последствий Чернобыльской АЭС. А также, как уже было сказано, дети до трех лет жизни, то есть дети из многодетных семей до шести лет. Всего, ну, как я уже сказала, более 12 категорий. В том числе особенность этого постановления, что помимо категории граждан, которым положено лекарственное обеспечение, там закрепляется более 20 болезней, заболеваний, по которым тоже определен перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые положено обеспечивать людей, страдающих этими заболеваниями. Это, например, какие? Например, диабет, сахарный диабет, ВИЧ, туберкулез, бронхиальная астма. То есть этот перечень довольно широк, то есть каждому необходимо желательно ознакомиться, да, если есть какие-то там заболевания, и посмотреть, что ему действительно положено, и воспользоваться такой социальной услугой от государства. Вот получается, есть федеральные списки перечни, есть льготные, льготников списки краевые. Как разобраться, в каком ты списке, если ты в том или в другом, или в обоих, и что тебе дает что-то в региональном или федеральном списке? По большому счету разницы нет. Разница лишь в том, что федеральный список денежных средств выделяется из федерального бюджета. Соответственно, те люди, которые попадают в краевой, они, ну, эти лекарства приобретаются за счет краевого бюджета, то есть нашего Хабаровского края. В принципе, перечень тот же самый. Единственное, допустим, в краевой перечень у нас входят еще дополнительно народы Крайнего Севера, то есть труженики тыла. То есть это может быть просто более расширенный перечень, который будет уже возмещаться не за счет федерального бюджета, а за счет краевого. А вот как, ой, извините, как получить? То есть какой-то, видимо, есть алгоритм. Нельзя же просто зайти в любую аптеку, сказать, лекарство мне, я льготник. Там надо как-то вот что-то сделать, какие-то, возможно, бумаги оформить. На самом деле все просто. Вы также идете в городскую поликлинику, да, или к своему лечащему врачу. Вас осматривают, прописывают какое-то лечение, назначают, да, лечение, выписывают рецепт на специальном бланке, это общий бланк, или если вам там положены более сильные препараты, да, там специальный бланк. Вы с этим рецептом идете в аптеку в социальную государственную, но еще по-другому называют. Но главное иметь в виду, что у нас есть некоторые коммерческие, да, аптеки, которые называются социальными. Но действительно необходимо обратиться в первую очередь именно в бюджетное государственное учреждение. Вы приносите этот рецепт, и провизор на основании этого рецепта выдает вам лекарство. А если рецепт не выписали? Ну, тут надо разбираться, по какой причине. То есть, если вы не согласны с действиями лечащего врача, да, обратитесь к другому, либо обжалуете его действия главному врачу медицинского учреждения. Обратившись, можно также сразу обратиться, либо письменно, либо в устной форме, там, записаться на прием. Все зависит от вашей конкретной ситуации. А вот истории, когда какой-то негласный запрет на выписку этих лекарственных средств, по той причине, что их нет. Эта история вообще существует или нет? Ну, мы с таким не сталкивались. По опыту и без практики могу сказать, что таких вот, по крайней мере, обращений граждан не поступало. То есть, что вот прям конкретно они запрещали выписывать какой-то конкретный препарат. То есть, если проблема есть, люди как делают? Они, по идее, механизм обратиться сначала в это же учреждение, более руководящую должность, да, это главврач. Далее, если это не помогает, есть горячая линия Министерства здравоохранения Хабаровского края, есть горячая линия Министерства здравоохранения Российской Федерации. То есть, люди уже либо по телефону, да, могут позвонить. Если это не помогло, уже письменное обращение. Крайние инстанции, это, естественно, прокуратура, да, судебные органы. То есть, ну, если уж там прям совсем тяжелый случай. То есть, помимо проблем с рецептами, еще какие-то проблемы у льготников возникают? Получение льготных средств? Да, вот в ходе надзорной деятельности мы сталкиваемся с такими, скажем так, ситуациями, проблемами, когда люди обращаются, ну, в том числе, да, по обращениям, что есть жизненно важный лекарственный препарат, это прям перечень, утвержденный распоряжением, он почти каждый год обновляется, там содержатся не конкретно лекарственные препараты, а вот составляющие вещества препарата. Действующие, да. Действующие, да. И этот необходимый жизненно важный, как я уже сказала, он прям так и называется, жизненно важный набор лекарств, он должен находиться в каждой аптеке. Но зачастую, особенно в отдаленных, да, у нас поселениях, районах, не все эти лекарства имеются, либо их подвозят несвоевременно. То есть, человек заболел, пришел там что-то приобрести, но, к сожалению, нет этого лекарства. То есть, вот это самая острая проблема. Мы в ходе надзорной деятельности часто проводим с сотрудниками Росздравнадзора такие проверки по обращениям граждан, что, допустим, в каких-то аптеках, да, нету лекарственных препаратов. Соответственно, принимаем меры реагирования. Ну, а если в подобных случаях не нашел человек в социальной аптеке лекарства и отправился в частную, да, приобрел за свои деньги, имеет ли он возможность компенсировать как-то потраченные средства? Да, есть такая возможность, но главное обосновать ту уважительную причину, почему вы купили именно в коммерческой организации. То есть, если это препарат, который вам жизненно необходим, допустим, инсулин, то есть вы не можете без него обойтись, и вот, ну, нету его в социальной аптеке вдруг по каким-то причинам закончился. Но нужен срочно. Вы можете приобрести, вы сохраняете все платежные свои документы, квитанции, чеки, рецепты. Также вот когда в социальную аптеку приходите, и вам говорят, ну, нет лекарства, они обязаны проставить штамп на рецепт, что неудовлетворенный спрос, нету лекарства, не можем выдать. Вы с этими документами потом обращаетесь, соответственно, либо в министерство здравоохранения, да, либо в эту потом аптеку, и вам делают в это возмущение. Если по каким-то причинам, ну, отказываться, да, делать возмещение, вы можете в досудебном порядке написать обращение, и вам отказывают, допустим, вы можете спокойно пойти в суд, у вас есть уважительная причина, это лекарство было мне, допустим, жизненно необходимо, я не мог без него обойтись. Все, в судебном порядке, без проблем, еще и моральный вред можно взыскать. То есть вот так. Есть ли какой-то контроль со стороны органов прокуратуры за нарушениями в области обеспечения права на лекарственное лекарство? Да, у нас довольно широкая надзорная деятельность по данному направлению. Сейчас мы активно, наша такая вот работа более глобальна, мы сейчас активно предъявляем исковые заявления в интересах несовершеннолетних детей, которые нуждаются в лекарственных препаратах, которые по каким-то причинам им не могут быть выданы. То есть это либо спинальная мышечная атрофия, да, так называемая спинраза, где лекарства просто колоссальных денег стоят, но они очень важны именно для детей в первый год жизни. То есть это потом, в последующем способствует их более нормальному активному образу жизни во взрослении. И сейчас вот у нас порядка 13 исковых заявлений. Сейчас заявлено, это обеспечение детей системой непрерывного мониторинга клюкозы. То есть дети, страдающие с сахарным диабетом первого типа, им необходим вот этот отслеживатель, чтобы не постоянно делать вот эти тест-полоски, а именно непрерывное вот это вот отслеживание, поскольку оно сигнализирует, да, вот эта вот система, что необходимо там принять какое-то лекарство. И помогает родителям, потому что детки маленькие, и помогает родителям отслеживать состояние детей, ну и, соответственно, принимать какие-то меры. И не допустить развития каких-то более серьезных заболеваний, потому что, ну, как бы, все равно это влечет в свои последствия. И вот уже пять исковых заявлений у нас удовлетворены судебными органами. Два вступили в законную силу и сейчас находятся на исполнении. Спасибо большое. Я напомню, у нас в студии была Анна Примак, помощник прокурора города Хабаровска. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!